как всегда бежим и по-восточному опаздывает на одну презентацию как вы сейчас увидите здесь такие посиделочки как такие все информационное направление на сервис-центре у нас сегодня встреча посвященная сервисным дням в казахстане мы их уже провели в россии белоруссии и пекистане сегодня в городе нурсултан а в понедельник мы делали это мои коллеги делали тесты 5g совместно с нашими партнерами с казахстаником на что друзья как поняли да кто так вкусно нас кормит компания huawei здесь пойдем туда дальше знакомиться с ними но блинчики были вкусные интересно было бы снять обзор на холла и п-200 или п-30 про нам все интересно нам все интересное данный сервисный центр является у нас мульти брендовым то есть он обслуживает не только huawei но у данного сервиса имеется эксклюзивный контракт мы запускаем сервисный день в этот день люди могут прийти со своими аппаратами не гарантийными то есть кто-то разбил экран на ночью либо еще что то есть данный аппарат и пони гарантии они имеют право починить то есть они будут платить только за запчасти за работу с них денег брать не будет плюс в этот день еще мы делаем скидки на запчасти почему важно делать как гарантийные так и не гарантийные ремонты именно в официальных сервисах потому что многие модели особо топовые чтобы их открыть применяется специальные инструменты и соответственно чтобы этот телефон опять закрыть как вы знаете у нас топовые модели они являются водонепроницаемым чтобы после сервиса они оставались водонепроницаемые используется специальный ремкомплект грубо говоря такой клей и используется специальные пресс-формы и у нас есть пресс-машина сейчас мы вам покажем телефон по 30 но это наша топовая модель здесь если посмотрите здесь края не такие оправлены то есть допустим снять крышку мы сейчас снимем а потом на место поставить в таких вот полевых условиях без специального оборудования очень сложно смотрите чтобы снять крышку мы сначала данный телефон в специальную печь для чего это делается чтобы клей на котором сидит крышка он прогрелся чтобы потом эту крышку можно было безболезненно снять то есть для него вот такая вот своя форма есть то есть она по телефон сделана что прежде чем погружать телефон в воду обязательно нужно читать руководство пользователя потому что есть определенные ограничения допустим тоже IP68 но это не только у нас вообще стандарт в общем мировой там прописано что глубина не должна составлять больше двух метров и телефон должен находиться в воде не более толщины то есть нельзя батарею долго заряжать если она уже заряженная там оставлять на ночь вообще категорически запрещается и нельзя ее разряжать до полного нуля почему потому что иногда бывает такое что когда батарея разряжается до полного нуля она потом обычной зарядкой ее не зарядить для этого нужно дать высокий вольтаж ну как бы дома клиенту это сделать невозможно поэтому надо приходить в сервис ребята ходите в сервисы не всегда бывает ну все можно при любом раскладе даже если там 99 ну хорошо не 99 пускай будет 95 можно зарядить до 100 и снять зарядки ну а вот он там по-моему на 100 процентов он уже начинает у нас это без проблем можно на 20 на 5 там на 15 но главное не ноль вот да по-моему здесь все стоящие 100 процентов наверное на ночь все остались этого делать не желать 5 замены всякой самой вот кинжи аналу сон мастер мегал на адрес береген ма а сымкаун ма стиме ма сометра не стиме крокс башен байдин швейтян байд а как вангун ма хар сапер термашин суета а суда берега лога холл босомат смыста волны сонин да Ухазар села. Тоже клиенты уже потихонечку подходят. Ирланд здесь сразу же решил отремонтировать свой телефон. Покажи его вниз. Чего у тебя там нет? Какие проблемы? Кнопка сбоку. На основном, да? Ну сразу скажу, вот этот телефон у него был в заднем кармане его штанов. В заднем кармане штанов? Наверное. Все, видите какой? У меня сейчас есть такая возможность, у него есть, кстати, трещина еще у него. Сейчас отремонтируйте. Ну хорошо, хорошо присел на него. Ему подфартило. Так что сейчас есть возможность прийти и отремонтировать свой телефон. Да, батарея. У нас дисплей идет уже сразу, видите, со станины телефона, с батареей внутри. Ну, с ресивером, там еще мелкими запчастями. То есть это не просто голый дисплей. Как обычно вот в неофициальных сервисных центрах, как там делают стекло. Голое стекло. Меняют голое стекло. И там уже не факт, что у вас будет корректно работать сенсор и так далее. Сегодня мы вас хотим поменять, фанаты компании Huawei. Спасибо за то, что вы были с нами. Вот такой небольшой сувенир. О, есть запечатывается. Комментируйте, технафика. Да, быстрая зарядка. Еще есть избитая психология. Ну, не хима так. В одной коробочке сразу несколько вещей, да? Да. Все такое полезное, особенно для машины. Ну-ка. Я все запечатал. Класс. Ну, еще так вскользь. Маленький секрет о том, что уже тестировали 5G, да? Да. Вчера, оказывается, уже тестировали 5G, сделали первые звонки. И даже скачивали файлы. Жалко нас там не было. Ну, молодцы, Huawei. Мне кажется, они будут все-таки лидерами, да? Да? Да, да, да. Я думаю, да. Надеемся. Если они будут уважать Астану. Да, Семен, Семен. Чуть не забыли самого главного человека. Это, кстати, первый запаниковал Ирлан. Вот. Не отпускают до Астана. Еще кормят, кормят и кормят, кормят и кормят. Так же всякие. Девование-то все. Серьезно, с паршюта прыгают? Я не успела прыгнуть с паршюта, я прыгнула. С стимулятора, с третьего этажа там, получается, специально. Так, по-своему желанию? Да. Я хотела сделать рубрику, испытывала на себе, что они чувствуют. Спасибо. Фейдер. А, фейдер. А, фейдер. Сама на все идет. И меня на коляске прям поднимали. И в итоге у меня получился другой чуть-чуть челлендж. Как выжить с гипсом на ноге. Конечно.